Как в Крыму истребляли сторонников Евромайдана в 2014-м? Как проукраинских активистов сделали изгоем? И почему они не могут вернуться в Крым, пока оккупант на полуострове? Правдивые истории трехлетней давности из первых уст. Далее в эфире. Три года назад крымский студент Руслан Нечипорук инициировал проведение акций в поддержку Киевского Евромайдана в Ялте. Уже через несколько дней ему и еще 17 студентам, которые вышли на пикет, начали поступать угрозы. Сегодня эти все студенты, абсолютно все, вимушены были выехать из Ялты до материковой частины. Мы заштоснулись тем, что нам начали погрожать, нас отрабатывали из университета. Мы реально в своей Ялте, в своей родной Ялте, в любимой Ялте боялись ходить по одному. Еще один сторонник евроинтеграции Владимир Чекригин рассказал о таких же акциях в одном из самых пророссийских городов Крыма – Севастополя. Просто люди не знали, были не знакомы, и просто не было информации, что что-то будет происходить. Вже за несколько недель на наши акции уже приходило до 50-100 людей, и нас пометили пророссийские силы. Они начали приходить на наши акции даже раньше за нас. Сторонники возвращения в родную гавань перекрикивали проукраинские лозунги, звучавшие на акциях, а их участников и сбивали. Вынужденные переселенцы вспоминают, как в Крыму убивали свободу слова. И когда пришло почти 300 людей, простых жителей Ялти, заявить, что Крым – это Украина, и когда нас били ночные волки, и когда они палили прапори Украины, крымских татар, и обычные бабуси падали перед ними на колено и сказали, «Хлопцы, что вы делаете? Не делайте этого». Это было необычное больно. Послушать правдивые истории переселенцев собрались десятки слушателей. В конце мероприятия гостям продемонстрировали видеоматериалы. Это последние кадры, которые активисты сняли в украинском Крыму в 2014-м. Европа! Украина! Это Европа! Тогда, чтобы было неизвестно, нам казалось, что это движение за европейские ценности, что это движение за гидность. А сегодня мы уже понимаем, что мы тогда боролись с Российской Федерацией. Мы боролись с спецслужбами, которые в тот час работали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!